Вот это вот нормально? Ну, не нормально, здесь уже писали, чтобы не было этого. Ну, люди у нас такие. Кормушку для птиц и других вольных животных устроили жильцы 44-го дома на улице Шевченко. Об этой столовой для нуждающихся меньших братьев знают и другие жители микрорайона. Им говоришь, они все равно не понимают. А часто приходится говорить? Даже табличку вешали. Ну, часто-нечасто. Бывает этот. Неделю по два раза. Говоришь, что даже не этот не понимает. Табличку даже вешали от дома управления. С просьбой вернуть табличку один из местных жителей решил пройтись по онлайн-сообществам города. Рядом с улицей Шевченко 44 производится выброс пищевых отходов. Необходимо поставить там нормальный знак, предупреждающий об ответственности за выброс мусора в неположенном месте. Прошлый знак. Палка с тяжелочитабельной информацией на А4 не смог простоять продолжительное время. Тяжелочитабельную информацию на табличке разместила управляющая компания ЖУ-7. Мы обратились в диспетчерскую службу с просьбой помочь ее восстановить. Уважаемые жители, в связи с многочисленными жалобами, введительная просьба не кормить кошек, птиц на колодце. Это приводит к улучшению санитарного состояния территории. Ведется видеонаблюдение. Администрация ООО ЖУ-7. А по закону жильцам, которые, собственно говоря, кормят животных, никакого штрафа не предусмотрено? Нет. Есть и те, кто не видит проблем, что некоторые жители постоянно выносят сюда пищевые отходы. Голуби тоже жить хотят. Их вот подкармливают. Рамзия Габитова много лет прожила в этом дворе. И помнит, как в детстве с друзьями тоже кормили голубей. Использовали, правда, они для этого крупы и хлеб. Сейчас она переехала. В доме на Шевченко у нее живет отец, которого она навещает почти каждый день. Ничего не могу сказать про людей, которые здесь живут. Люди же меняются. Когда мы жили, вроде все приемлемо. А сейчас я не знаю. Я соседей-то не знаю здесь теперь. Рамзия отчасти согласна с теми, кто возмущается. Одно дело кормить птиц пшеном и хлебом. Совершенно другое вываливать на крышки колодцев непонятную массу. Эпидемиологи смотрят на проблему под другим углом. Все эти кормушки привлекают к себе множество животных. Сначала птиц, к пернатам начинают подтягиваться кошки, а за котами приходят собаки. И все бы ничего, но птичьи базары находятся в центре жилого массива. Служба Роспотребнадзора ведется еженедельный мониторинг за количеством людей, которые обратились в лечебное учреждение по поводу нападения животных. Наибольшую опасность вызывают пострадавшие, которые пострадали от безнадзорных, беспризорных собак и кошек. Потому что они могут быть больными бешенством. Это заболевание, которое общее для животных и для человека. И это заболевание не лечится. Пока во дворе 44-го и 46-го домов на улице Шевченко проблем с межвидовой коммуникацией не происходило. Пока все прекрасно ладят друг с другом. Собаки с голубями, коты с чайками и этот двор мог бы посоревноваться за звание самого птичьего. Пока ни один из действующих законов и кодексов не предусматривает прямого наказания для сердобольных горожан. Но таковыми могут стать неприятные соседи, тараканы и крысы. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока.